Здравствуйте, мои уважаемые друзья, слушатели, коллеги. Даже те, кто меня не любит, кто терпеть не может, я со всеми вашими здороваюсь. Сегодня я подвожу итог 72-го года, который закончился сегодня, день рождения. Настроение грустное, сбылась последняя мечта. Предпоследняя была обильный дождь, и вот он первый обильный дождь, слышите, как он капает? Первый обильный дождь в этом году. Дикая засуха и связанная каким-то образом с ней, невиданный урожай абрикосов, немыслимый, вообще немыслимый. Лучшие деревья дали по 20, 30, 40, а может и больше ведер с одного дерева, с каждого дерева лучше. И остальные, даже молодежь, дали по 5-10 ведер, причем не такие уж они и большие. Случилась невиданная картина. И вот когда сейчас была моя последняя мечта, я сижу и грустю. И не просто грустю. Я спрятался от дождя вот в этой вот беседке и разговариваю с вами. Я вспоминаю прошлое детство, всю жизнь одиночество преследовало меня. Какая-то особая наблюдательность, какая-то особая. Я собирал колоски, колхозные помидоры со своим школьным отрядом, вот, сливы-венгерки, 10 ведер, 11-е твое. Вот. Наблюдений набиралось, набиралось. Учитель подводил нас к школьной теплице. Заметьте, к школьной теплице, ваша мать, те, кто все это похерил. Вот. Приподнимал крышку теплицы. Вот. И. Сейчас, погодите, теплицу я уже путаю с парником. Теплицу парника приподнимал. Вот. И говорил, все эти за дорогу мы совали. На улице Пасмурно, на улице Холодина, а в теплице тепло. На то она и теплица. И вот. Пришли годы, я сам придумал так называемые. Зеленое черенкование в теплицах. Вот. Потом перешел на мини-теплицу, обыкновенные бутылки. Стало еще лучше получаться. Вот. Я начал препагандировать и этот способ. А другая школьная учительница сказала, что муравейник дает в год урожая сотни тысяч, съедает насекомых и этим спасает сады, спасает леса. Вот. Это украинская сельская школа мне дала. Прошли годы. Вот. И сейчас муравей, муравейники, лучшие друзья, помощники. Умные, высокоразвитые цивилизации. Но их отношение превращается наше. Только из-за того, что мелкие, их не замечают в лучшем случае. А потом, с подачи торгашей под лицо, вот, они были объявлены злейшими врагами садов. Им была объявлена беспощадная война. Вот. Вот так вот. А я все до сих пор помню, что муравей это главный защитник природы. А еще я помню, кажется, в школьном учебнике, я помню прекрасно, как на рисунке утаскивал лист, упавший лист под землю, утаскивал червяк. Вот. Мало хорошего преподавали. Это плюс. А минус то, что нас учили, что черви бывают продольно полосатые, поперечицы полосатые. Вот эта глупость ненужная. А их польза, кроме этого, утаскивал под землю листика, ничего не было сказано. Вот. И многое. Помню пример, что это касается развития физического. Как зайца посадили в клетку, он там долго сижил в клетке, вырос в клетке. Потом его взяли, отпустили на волю. Он побежал, упал и умер. Разрыв сердца. Касается это нас. А сейчас, как только опять показали, мужчина, молодой парень убивает несколько минут зверское избиение смертельной девушки. Она кричит во всех окнах, кругом 5-9-этажки, 20-этажки. Все кричат в окна, караул, женщины кричат. Десятки, так и сказали, видели сотни людей. Десятки мужчин половозрелых. Так вот, зовите слово, половозрелых. Еще раз, половозрелых. Видели это? И ни один не вышел заступиться. Ни один. А знаете почему? А потому что, когда, почему я со школьных лет помню, что мужские гениталии, попросту говоря, яйца, а у детей яички, должны проветриваться. Температура должна быть ниже температуры тела. И вот, когда одели подгузники, пока одели паперсы, потом тесные плапки, потому что все время в трусах, и спать в трусах, и ходить в трусах, не считая верхней одежды. И все это привело к тому, что выродилось мужчины. Выродились, так случайно не бывает. А я такие примеры, сколько приводил, уже не могу. Вот. А ведь это все надо проходить было в школе. И учился я, и уже 20 лет долблю, и как себя спас. Сейчас вот гремит. Как спас себя до самоспасения, я тоже рассказывал. Вот. И моржевание, и голодание, и походы на пределе потери сознания в горы, когда из меня выблевывало чуть ли не литрами, на риски заработанное эти самые, то, что накопилось в бронхах, в легких. Вот. Все это надо в школе, в школе, в школе. Вот. И все должны, особенно девочки, иметь, оказать первую помощь, чтобы спасти кому-то жизнь, остановить кровь. А кто знает, как остановить артерианскую кровь, которая бьет под данными раненого человека. Ну, вспомнили, кто помнит. И это тоже, а время шло. Я с Украины, с родителями переехал в начале Сибирь, потом в Норильск. И все равно я наблюдал, наблюдал, наблюдал и наблюдал. Потом был учеба в Красноярском институте цветных металлов. Я, меня тут же бросили, как положено. Кого куда? Кого на картошку, а мне швабра, иди спасай деревья. Это огромный мокрый снег, ломались ветки, как спички. Спасай, а это вокруг, сквер вокруг этого, вокруг института. И я спасал, встряхивал снег, каждый, сколько тонн падало прямо на меня в сумме. Но ломались ветки только на деревьях, посаженных сельской рукой. Вот потом сообразил, неправильно садили, не умеют садить. А там, где росли, рядом тут же за дорогой, чуть ли не лес, скверный, дикий, там ветки не ломались. Разницу уже почувствовали. Не умеем садить. На 9 мая, поздно, на месяц опоздали, на полтора, особенно в Средней России, в Южной России. Пожалуйста, научите вы людей в школе, потому что школьники выходят и садят миллионы деревьев, их никто не спрашивает к согласию. Администрация объявляет 28 миллионов погибших, в их память посадят 20 миллионов деревьев. И эти все 28 миллионов деревьев, большая часть из них погибает. Сколько я нагляделся, сколько это, это ужас, вот эта глупость, дикость, возведенная чуть ли не в это самое, в религию. И это тоже надо знать и осознать. А потом был остров, Вельсин дал, я взял 5 гектар, посадил, ну, лихие года, сами знаете. Вот цикли сожгли. Что я успел до того, как сад сожгли? Что я успел? Сад, больше полутора тысяч только яблонь, они растут, за ними нужен был уход, как я тогда считал. И делалось это так. Первую треть я обрабатывал, как положено, отрезал. Первый гром в середине лета. Отрезал я ветки, прижал, делал штамп, формировал крону, ветки отрезал на кольцо. Вторая треть, нанятый мной, извините за выражение, бич настоящий, вот, он резал неаккуратно на кольцо. Он отрезал ветки, он старался, зарабатывал на пол-литры, вот, но оставлял сучки где-то 5-10 сантиметров. Вот, вот, себя не утруждал. И третья часть сада оказалась не обрезанная вообще, потому что на тот момент порох у нас кончился. Бич этот запил, а я был сильно занят. Не намеренный рабочий день на заводе, как ни старался, не успевал. И вот так и осталось на год. Треть сада обрезанная на кольцо, треть сада с этими, с пеньками, и треть сада нетронутая. Пришла в следующий год, на той, бедными руками, наученной этой бульварной литературой, не к ночи быть вспомнят. Это был тихий ужас. На них сидели тучи жуков, тучи и поедали. Там, где было обрезано спиньками, тоже было много, но несколько раз меньше. И их не было на нетронутых деревьях. Прозрение. Один из моих, сотни моих открытий. Сотни моих, как назвать это, то, что вы видите. Наверное, последний поклон садовода. Успеть, объяснить, поймите. Я испытывал в сотнях, тысячах этих. Я вырастил за свою жизнь 30 тысяч саженцев. Я каждый держал в руках. Родовая, пересаживая. И умирали бывало. Я смотрел, смотрел, смотрел. Я почти всегда причину находил в земле или чуть-чуть выше земли. И сколько мне потом пришлось испытать, в том числе, оскорблений. Потому что у меня вебинар, ребята, был последний 1 июля, 22 год. Ну, недавно, совсем несколько дней назад. Пока вы увидите это кино, пройдет несколько дней. И вот там было. Ну что, раз не ухаживать за садом, он же вырастет дикий. Ну, я как мог объяснил, что такое дикий. А дальше я привел пример. Дикая, страшная вещь по уничтожению дерева на глазах всей страны, на федеральном канале. Страшная вещь, это когда берется это, выгребается вся листва, каравулы. Ограбили дерево, оставили его без еды. Листву выгребли. Потом давай тыкать вилами, подаем кислород. И мне хохотать хотелось. И плевать прямо в экран. Кислород подавать, разрушать всю подземную структуру вилами. И дальше, значит, думать это все. Засыпать основание штамба довольно высоких курган из опилок. Потом опилки полить раствором карбофоса. Потом еще выше их штамб обмазать, вот эта липучка, как она там. Вроде солидол, я уж не помню. А потом сверху еще так и написано. Липкой специальной лентой. Из ста деревьев в таких случаях погибает сто. Из тысячи погибает тысяча. Из миллиона в миллион. Какой страшный ущерб принесли эти люди. Невероятнейший. И тогда мне впервые в жизни, это мне все говорили, глупости, жадность. Заработать, если не будет этих, пока бегали, пока насыпали, пока облили, пока объяснили, пока намазали, пока обклеили. Целый фильм получился. Съемочная группа заработала деньги. Цена. Миллионы. Миллионы. Ведь это же правда миллионы. Деревья. Если миллион человек посмотрел на федеральный канал, ведь у каждого 5, 10, 20 деревьев. Это еще соседи научат. Цена вот этих серебряников, заработанных на этом, и тогда впервые мелькнула мысль, они специально ли? Ведь кому-то выгодно, чтобы люди уничтожили деревья и шли за отравой. 40 в среднем обработок ядохимикатами у красивых импортных яблок, груши, персиков и прочих абрикосов. 40 обработок. Но в промышленных садах без этого обойтись не могут, потому что специальные механизмы по обслуживанию. Значит, хочешь и хочешь, и режь деревья. Подробнее уже не буду. А обрезал вот так же, как у меня. Где обрезали капитально на кольцо, там жуки сожрали все. Это у меня, в моем саду. Вот это и есть мой поклон, ребята. О чем еще говорить? О том, что я продал десятки тысяч косточек. Со всей страны идут ликующие эти. Но без науки не получится. Ведь так и не дождался я ученых в этом саду. Ведь тут бы работы хватило творческой бригады из 10-20 докторов наук. Но их бы пришлось срочно переучивать, понятно. А то как же так? Деревья изувечены морозами. Морозобоины страшные. А им хоть бы кто. Я вот сейчас еще успокоюсь. Тяжело давалось. Съемки телевизионные были. Приезжало телевидение. Жаль Сибирская. Жаль не Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok